Накануне в Музее Истории Казанского Федерального Университета состоялось награждение победителей конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Матер?». Состязание традиционно проводится уже в 14-й раз. В этом году студенты вновь продемонстрировали знания в данной области. Приняли участие в трех конкурсных этапах, последний из которых прошел 31 марта. Конкурс был создан для того, чтобы студенты университета лучше бы знали историю своей Альма-Матер, того учебного заведения, где они учились, и чтобы они гордились своими предшественниками, тех, на плечах которых, собственно, и стоит славная история Казанского университета. Считаю, что очень важно настраивать такие конкурсы и знать историю, в которой мы учимся, потому что это наша история, мы должны знать, кто здесь раньше был, допустим, ректором, кто были наши преподаватели, чтобы основываться на этих наших знаний. До 2021 года формат мероприятия больше напоминал экзамен. Участники приходили и отвечали на вопросы. И вот уже третий год конкурс проходит в три этапа. Первый проводится онлайн, второй представляет собой очное выступление. А третий этап – это квест, в ходе которого жюри оценивают не только познание в истории, но и коммуникабельность и умение работать в команде. Мы сплотились с нашей командой, мы испытали эмоции того, что надо быстрее куда-то бежать, быстрее отвечать на вопросы, быстрее искать информацию, быстрее вспоминать. И было приятно, что некоторые вопросы, мы знали ответы на них точно, потому что сотрудники музея нас к этому, можно сказать, подготовили заранее. И мы впитали ту информацию, которую они нам предоставляли. Главной целью проведения конкурса является популяризация истории Казанского федерального университета, а также привлечение студентов к общественной жизни вуза. Победители конкурса наградили поездкой в Санкт-Петербург. Рамиля Мухаммедчина, Маргарита Михайлова, Фарид Захидаглы, Универ Ньюз.